Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я вам расскажу историю про человека, которого звали Тяп, а фамилия была у него Ляп. В народе его просто звали Тяп-Ляп. И был он помощником мастера. Но, к сожалению, он что-то всегда не доделывал, не докручивал, не досверливал. Ему укажут на его недоделки, а он говорит, мелочи, ерунда. И вот однажды Тяп купил себе сапоги, новые, красивые, блестящие. Очень радовался, когда он их начал носить. Но не прошло и трех дней, как подметки истерлись, каблук покосился, расстроился Тяп и говорит, «Где это видано, чтобы сапоги развалились на третий день? Какие руки делали это?» А его мастер говорит, «Ну, наверное, такой же неумеха, как и ты, который делает все, лишь бы сделать спустя рукава». Крепко тогда задумался Тяп и сказал сам себе, «Хоть и зовут меня Тяп, а фамилия у меня Ляп, но делать теперь я буду все хорошо. И я, ребята, вам желаю делать все хорошо, чтобы радовать и родителей, и Бога». В книге Библии есть стих, который записан в послании Колоссянам, 3 главе, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков».